Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Ну вот, нашел статью издательства Минвал АЗ, о чем проговорился Жириновский. В общем, Владимир Вольфович наехал на президента Турции Реджепа Эрдогана, недоволен его политикой. Владимир Вольфович очередной раз напомнил о себе. Сей персонаж заявил, что настало время успокоить президента Турции Реджепа Эрдогана. В общем, вице-спикера Госдумы РФСР до глубины души возмутило, что президент Турции считает, что Россия аннексировала Крым, обещает поддержку Украине и вообще стремление Украины стать членом НАТО. Ну да, Турция сейчас, как сказать, хочет помочь Украине вступить в НАТО, и она стала на стороне Украины. И грозя президенту Турции всеми карами небесными и земными, трещал микрофон, что, дескать, Турции пора бы и самой вспомнить об аннексированных ей государствах. В том числе Жириновский заявил, что Турция аннексировала Нагорный Карабах. Не зря вот его считают ноги шутом. При дворце Владимира Путина одели на него колпак вот этот смешной. Его всерьез никто и не принимает, не воспринимает, вернее. Ну и вот, и надо было бы Жириновским изучить вопрос. Для начала Нагорный Карабах никто, включая Россию и даже саму Армению, не признавал качество государства. Карабах, согласно всем международным документам и признанным границам, часть территории Азербайджана. И что оттуда вышвырнули армянских оккупантов, никак не может называться аннексией. В общем, вот такие дела. И при чем тут такая аннексия, если Азербайджан освободил свои территории, которые 30 лет незаконно там оккупировала Армения. Ну и теперь у азербайджанской общественности много вопросов деятельности в Карабахе российских миротворцев. Сейчас, да, особенно после того, как нашли остатки Искандера ФМ, пускай сейчас Владимир Путин и его пресс-секретарь объяснят, как сказать, в чем дело. Почему там нашлись эти осколки от этих Искандеров, и кто туда запустил эти ракеты? Вот это серьезный вопрос, а не эти клоунские высказывания Владимира Жилиновского. Ну сейчас про Никола Пашиняна много информации. Он тут, говорят, что был в нетрезвом состоянии, но сделал очень много сенсационных заявлений. Сейчас я вам зачитаю основное. Пашиняна обвинил бывшего главу штаба Волжи. Подтвердил, что турки и азербайджан являются врагами армян. Но как долго будем наращивать эту вражду? В мире есть враждебные государства, у которых есть между собой торговый оборот на десятки миллиардов долларов. И, в общем, да, сказал он о возможности расширения российской военной базы в Армении. Ну да, там уже, да, хотят эту базу перебросить в Зангизу. И вот сейчас дальше вот там зачитаем. Но он заявил, что Армения уступала Азербайджану со счетом 91. Как весь футбол играет, вот две команды. Так вот, Азербайджан выиграл со счетом 91. Он пишет, что тут Азербайджан запускал разведывательный спутник. То власть Армении закупали земельные участки на греческих островах. Ну, много тут заявлений таких, да. Что Азербайджан готовился к войне. А все эти армянские, как сказать, миллионеры, миллиардеры, военные, генералы закупали участки на греческих островах в Европе. Ну, и он тут сказал, что мы должны констатировать, что в Армении очень, так сказать, сейчас за последнее время предательство. Там все одни предатели сидят. И там, как сказать, он пишет, что у них сидят сейчас в этом парламенте одни враги, одни предатели. Они пишут, что они 20 лет грабили Армению. И он там ведет сейчас борьбу не на жизнь, а на смерть против этой капитуляции и предательства. Он говорит, я с этой высокой трибуны хочу заявить, что мы продолжим нашу борьбу во имя свободы, сильной и счастливой Армении. Ну, и как раз вот его соратник тут тоже такой заявил, подставить Пашиняну, что они хотят освободить Карабах назад. Это есть такое движение добровольцев. Мы обязаны продолжить борьбу и победить. Освободить Шуша, Гадрут и весь Нагорный Карабах. Об этом заявил председатель общественной организации движения добровольцев Гранд Маркарям. Сейчас я вам зачитаю, извиняюсь. Он сделал выступление сильное, что власти провалили переговорный процесс по урегулированию карабахского вопроса, развалили армию, разобщили страну и народ, унизили нашу победу и наших героев, чтобы создать благоприятные условия для врага. Все это указывает на то, что наши власти готовились к поражению на этой войне. Это армянские СМИ пишут, как вы понимаете. В создавшейся ситуации у них нет другого выбора, как освободиться от этой позорной власти. Если мы хотим свободный Карабах, суверенную Армению, достойную жизнь, то мы должны разрушить эту власть. Другого выхода нет. Это требуют наши погибшие товарищи. Это требуют родственники наших погибших товарищей. Это требует народ. В общем, вот такие дела. Но он пишет, что да, хотят освободить назад, вернуть. Шуша, Гадрут и Карабах. В общем, до победы будут воевать. Ну и вот, да, подтвердили, что после этих речей, и заметили, что Пашинян был пьяным. Вот, пишут, что Никол Пашинян вчера пришел в парламент в не очень трезвом состоянии. Даже его товарищи по команде не отрицали это в частных беседах. Об этом пишет газета Граппарах. Это было видно не только из его неадекватных противоречивых заявлений, но и поведения. Ну да, он заявил, что вчера, что Путин президент Франции. Там даже, я видел в этих СМИ российских, все в шоке были, что он назначил Путина, как сказать, руководителем Франции уже. До того заговорился, что уже, мне кажется, его вынесли, потому что вон, Айра Пашинян написала, что Никол Пашинян лежит где-то в какой-то клинике уже наркологической. Ну, свежее заявление, не знаю, потом узнаем, что с Пашиняном плохо стало в последнее время. Его положили в больницу уже. Ну и, в общем, вот последняя новость, что спортивная, хорошая. Азербайджанский боксер победил Армянина. Это в боксе соревнования. Сам иногда смотрю футбол, люблю посмотреть. Ну вот боксер победил Армянина. Пишут. В польском городе Кельце продолжается молодежное первенство мира по боксу. Как сообщает ДЭЗ, во второй день Мундиаля боксер сборной Азербайджана Али Заманов в 52 килограмма провел свой очередной поединок на турнире. Наш чемпион Европы встретился с представителем Армении Рубеном Габрояном. Заманов нанес поражение сопернику со счетом 3-0. И, в общем, вышел в 1-8 финала. В общем, вот, даже и на ринге боксерском азербайджанец победил Армянина. Вот такие новости, ребята. Так, ну вот, чем все. Сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.